У нас не имеют извинения. Нам нужно бежать в Царствие Небесное. Бежать и получить награду. Бегущий не останавливается нигде. Потому что если покажет хотя малое нерадение, то потеряет все. Бегущий не только не ослабевает перед концом течения, но тогда и старается бежать с особенную силой. Это я сказал против тех, которые говорят, «В юности мы подвязались, в юности мы постились, а теперь состарились. Теперь-то особенно и нужно усилить благочестие. Не исчисляй мне своих старых подвигов, но теперь особенно и будь юным, и цветущим. Кто занимается телесными подвигами, тот действительно дожив. До седины уже не может бежать по-прежнему, потому что весь подвиг его был телесный. А ты почему не уменьшаешь свои подвиги? Здесь нужна душа, бодрая душа. А душа в старости укрепляется. Тогда она более цветет, тогда более возвышается. Как тело, когда бывает одержимо горячкой и другими болезнями. Хотя бы оно и было крепко, изнуряется. А когда освободится от этих зол, то опять приобретает свою силу. Так и душа в юности бывает одержимо горячкой. Ею тогда особенно обладает любовь к славе, к пресвящению, к сладострастию и многие другие обольщения. Когда же наступает для нее старость, тогда все эти страсти отгоняются одни временем, другие – любомудрым. Старость, ослабляя силы тела, препятствует и душе предаваться страстям. Хотя бы она и желала, но, укращая их, как каких-нибудь врагов, ставит ее на место свободной от волнений, производит в ней великую тишину и внушает великий страх. Ибо если никто другой, то старцы знают, что они умрут и без всякого сомнения стоят близко к смерти. Таким образом, когда с одной стороны возникают мирские пожелания, а с другой является ожидание судилища, укращающая непокорность души их, то душа делается более внимательной, если захочет. Но не видим ли мы, скажешь ты, стариков, которые хуже юношей? Ты указываешь мне на крайнюю порочность. Бесноватых мы видим, как они сами, без всякого постороннего побуждения, бросаются в пропасть. Так и это есть крайняя порочность, когда старик страдает болезнями юношей. В самом деле, не нелепо ли, не выходит ли из пределов прощения, совершаемое ныне? Старец упивается, сидя в корчме, старец спешит на конские ресталища, старец приходит на зрелище, бегая с толпой, как дитя. Поистине стыдно и смешно по наружности украшаться сединой, а внутри иметь детский смысл. Если какой-нибудь юноша оскорбит его, то он тот час выставляет на вид свои седые волосы. Постыдись же их наперед сам. Если же ты не стыдишься своей седины, и при том, будучи старцем, то как требуешь, чтобы юноша стыдился твоих седых волос? Ты не чтишь седых волос своих, а позоришь их. Бог почтил тебя сединою, даровал тебе важное преимущество. Почему же ты сам предаешь честь свою? Как станет почитать тебя юноша, когда ты больше его предаешься сладострастью? Седина тогда почтена, когда украшение поступает так, как прилично седине. А когда он бесчинствует, подобно юношам, тогда бывает смешнее их. Как можете увещать юношей вы старцы, упивающиеся до бесчиния? Говорю это не с тем, чтобы укорять, да не будет, но чтобы исправить юношей, ибо поступающий таким образом кажется мне суть юноша, хотя бы они вступили и в сотый год своей жизни. Равно как и юноши, хотя бы они были маловозрастными детьми, если они ведут себя целомудренно, гораздо лучше стариков. Не мои это слова, но Писание полагает между ними такое различие. Не в благочестии честная старость, говорит оно, и не числом лет измеряется беспорочная жизнь, возраст старости. Премудрость 4 глава 8-9 стихи. Мы почитаем седину не потому, что предпочитаем белый цвет черному, но потому, что она и знак добродетельной жизни. Взирая на нее, мы заключаем от нее о седине внутренней. Посему те, которые совершают дела, недостойные седины, становятся еще более смешными. Мы почитаем царя, его багреницу, корону, потому что они суть знаки власти, если же увидим, что он вместе с багреницей подвергается бесчестью, оскорбляется оруженосцами, притесняется, вергается в темницу, терзается, то скажи мне, будем ли мы почитать багреницу его и власть? Не будем ли мы напротив оплакывать само его украшение? Так и ты не требуй себе почтения ради седины, когда сам подвергаешься ее бесчестью. И она может потребовать от тебя отчета за то, что ты позоришь столь светлое и достоуважаемое украшение. Не о всех мы говорим это, и не просто против старости направляем речь. Я не забылся до такой степени, но против юных душ, позорящих старость. Не о старцах мы говорим, это с прискорбием, но о тех, которые бесчестьят свою седину. Старец есть царь, если захочет быть им, и даже царь более облеченный в багреницу, если повелевает страстями, если низводит страсти свои в ряд оруженосцев, если же он увлекается и низлагается с престола, становится рабом любо, стяжание, тщеславие, щегольство, пресыщение, пьянство, гнева, сладострасти, умачивает волосы свои, явно бесчесть и твоза своей прихотями, то какого наказания не достоин такой старец. Впрочем, не будьте такими и вы, юноши, и вам непростительно, когда вы грешите. Почему? Как старец может быть в юности, как находящиеся в старости бывают юношами, так и наоборот. И как там убеленные волосы не спасают никого, так и здесь черные волосы не служат препятствием. Если старцы бесчестьят дела, о которых я сказал, то тем более юношу и юношей они не могут быть простительны. Юноша может ожидать себе прощения только тогда, когда он привязывается к управлению делами, будучи неопытным, когда имеет нужду во времени и опыте, а не тогда, когда он должен оказывать целомудрие и мужество или когда должен воздерживаться от любостяжания. Есть дела, в которых юноша осуждается более старца, этот имеет нужду в большем о себе попечении, потому что старость ослабляет силы его, а тот, имея силы, если захочет удовлетворять своим потребностям, может ли получить прощение, когда он не хочет этого, когда похищает более старца, злопамятствует, презирает других, не заботится о них более старца, говорит много безвременно, обижает, злословит, упивается. Если он думает, что не может быть осуждаем за нарушение целомудрия, то и здесь смотри, как много имеет он средств к его сохранению, если захочет. Хотя похоть в нем возбуждается сильнее, нежели старцы, но есть многое такое, что он может исполнить легче старца, дабы укротить этого зверя. Что ж такое это? Труды, чтения, всеношные бдения, посты. Но скажите, для чего ты говоришь это нам, не монахам? Мне ли вы говорите это? Скажите лучше Павлу, который говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колосиным 4 глава 2 стих, который говорит, попечение плоти не превращайте в похоти, римлянам 13 глава 14 стих. Он писал это не монахам только, но всем живущим в городах. Мирянин не должен ничем отличаться от монаха, кроме одного, только законного сожительства женой. На это он имеет позволение, а на все прочее нет, но во всем должен поступать одинаково с монахом. И блаженства Христовы изречены не монахом только, иначе все погибло бы во Вселенной, и мы могли бы укорять Бога в жестокости. Если блаженства сказаны только для одних монахов, и мирянину достигнуть их невозможно, а между тем Бог дозволил брак, то Господь сам погубил всех, ибо если в брачной жизни невозможно исполнить свойственное монахам, то все исказилось и погибло, то круг добродетели тесен. Как будет брак честен евреям 13.4, если он служит нам таким препятствием добродетели? Что же следует сказать? Возможно, очень возможно, и имеющим жену быть добродетельными, если пожелают. Каким образом? Если они, имея жен, будут якоже не имеющие, если не будут радоваться стяжаниям, если будут пользоваться миром, как не пользующиеся. 1 Коринфянам 7 глава 29-31 стихи. Если же некоторые находились в браке препятствием к добродетели, то пусть они знают, что не брак служит препятствием, а воля, злоупотребляющая браком, подобно как не вино производит пьянство, но злая воля и неумеренность кто употребляет? Пользуясь браком умеренно, и ты будешь первым в Царстве Небесном и удостоишься всех благ, которых досподобимся всеми, благодатью человека любимого Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь.